Здравствуйте! Наступило наше время. В эфире ежедневная информационная программа телеканала «Просвещение». Сегодня в выпуске. Повысить социальную защищенность населения. Среднее профессиональное образование станет в России полностью бесплатным. Вопрос от Вассермана. В Ухтинском государственном техническом университете провели интеллектуальную битву. Среднее профессиональное образование станет в России полностью бесплатным. Об этом сообщил директор Департамента развития профессионального образования Миноборнауки Геннадий Шепелев. Это произойдет с принятием нового закона об образовании, который находится на рассмотрении в правительстве. На данный момент полностью бесплатным является начальное профобразование. Что касается среднего профессионального, то на вне бюджетные места поступают 27% студентов. По мнению инициаторов введения бесплатного среднего профессионального образования, это должно повысить социальную защищенность населения. Кроме того, в системах СПО и НПО существует ряд проблем, связанных с трудоустройством выпускников. Их поможет решить региональный мониторинг потребностей в специалистах. В Петрозаводске наградили умников. Основная цель организаторов конкурса на лучший инновационный проект «Умник» – найти молодежь, стремящуюся развиваться через инновационную деятельность. Научная новизна, коммерциализация, увлеченность идеи – это главное требование конкурсантам. Именно такие конкурсы помогают сохранить ту молодежь, которая уезжает обычно в Москву, в Санкт-Петербург от нас. Такие конкурсы дают им денег, они остаются здесь, могут развивать свои направления, и, соответственно, заниматься не только торговлей или другим традиционным бизнесом, но и создавать свои инновационные компании, какие-то инновационные производства. Из 43 работ было отобрано 12. В основном это проекты в области лесного и рыбного хозяйства. Именно эти направления являются приоритетными для Республики Карелия. В Ухтинском государственном техническом университете будущие нефтяники и газовики отметили день рождения факультета серии мероприятий. Сначала они сыграли в боулинг и померились силой в армрестлинге. Затем перешли к интеллектуальной битве. Ею стало шоу «Что, где, когда». Кстати, вопросы для участников помогли составить Анатолий Вассерман и Нурали Латыпов. Слово Олегу Исмаилову. «О, как вы от меня на реки, засевшие на вышках нефтяники». Интеллектуальное состязание проходило в три раунда. Первый стал испытанием на общую эрудированность, но два других закономерно посвятили Ухтинской истории газо-нефтедобычи. Многие вопросы помогали составлять известнейшие знатоки Нурали Латыпов и Анатолий Вассерман. Силу интеллекта показали и жители города. Например, восьмиклассница из школы номер три заглянула в космические дали. «Внимание, вопрос. А из-за чего перестала быть актуальной присказка такого содержания? Мы все знаем, мама Юли села утром на пилюли». Минута на размышления или возможность подсказки один раз за раунд от декана нефтегазопромыслового факультета Владислава Кулешова. Ответ на каверзную задачку скрыт в самом вопросе. В игре состязались шесть команд по одной от каждой кафедры нефтегазового факультета. Знатоки успешно догадались, как Томас Эдисон проверял новых сотрудников с помощью солонки и нашли способ сделать яйцо квадратным, не сварив его. Зрители также участвовали в игре. Во время объявления вопроса каждый человек в зале мог отправить свой вариант ответа с помощью смс. Студент гуманитарного факультета Никита Мелехин отправил шесть смс-ок и два раза попал в яблочко. На планеты просто было интересной девушке, с которой я тоже ответил. Остальные я даже не запомнил. На некоторые давал ответы, на некоторые не давал, но не успевал первым. Среди игроков поначалу уверенно лидировали девушки кафедры стандартизации и метрологии. Но в последнем туре отлично себя показала команда кафедры машины и оборудования. В общем зачете она и одержала победу. Невозможно передать эмоции, которых я получил, тем более моя команда победила. Призами и подарками не обошли никого. Финальный штрих – несколько хитов в живом звуке. Олег Исмаилов, Юрий Шмаков, телестудия Ухтинского университета для канала Просвещения. Танцевальный стиль робот-данс очень популярен сегодня среди молодежи. Но кто-нибудь видел, как танцуют сами роботы? В Челябинске прошел день технического творчества. Школьники смогли не только продемонстрировать свои творения жюри и зрителям, но и поучаствовать в состязаниях. Роботы, вертолеты, автомобили на дистанционном управлении. Игрушки, без которых не проходит детство любого мальчика. Однако некоторые из них могут похвастаться собственными изобретениями. В рамках Дня технического творчества в ЮРГУ школьники Челябинской области смогли не только показать свои творения жюри и зрителям, но еще и поучаствовать в состязаниях. Одна из самых зрелищных секций – автоавиамоделирование. Свои идеи юные изобретатели воплощают в жизнь с помощью руководителя проекта. Наставник помогает с теорией, а за настройку и сборку отвечает молодой человек. Главная задача – создать модель, которая на соревнованиях покажет максимальный результат. На этих соревнованиях представлено шесть категорий летательных аппаратов. Начиная с, можно сказать, самой простейшей – это метательная модель планера. Дальше идут вертолет «Муха», парашют с самопуском, вертолет и самолет с резиномотором. Ну и как бы последний вариант – это радиоуправляемая модель вертолета. То есть все по ступенькам, все идет по нарастающей сложности в изготовлении. Увлечение автомоделированием у школьника Жени Вишневецкого началось с новогоднего подарка. За два года он успел стать победителем на чемпионате области, а также выступить на первенстве России. Свой гоночный автомобиль молодой человек может полностью перебрать за четыре часа. Россия – это моя уже вторая. Она профессиональная. Что я в ней изменил – это полностью вся подвеска, полностью все настройки в ней перебраны. Пересобрала ее, наверное, уже где-то раз в 50. Следующий этап для юных дарований – межрегиональная конференция «Интеллектуалы XXI века», где они смогут презентовать свои работы с научной точки зрения. В Казани прошел всероссийский конкурс дизайнеров национальной одежды. Он стал стартовой площадкой для молодых модельеров России. О возрождении и сохранении национальных традиций в следующем сюжете. Этот конкурс объединяет талантливых дизайнеров со всей России. Он приобщает молодежь к ценностям национальной исламской культуры, а также популяризирует национальный стиль одежды – татарский костюм. На сегодняшний день мы хотим возродить именно татарские традиции, татарский костюм. Когда проходит конкурс, естественно, к нам приходят люди, спрашивают имена дизайнеров. И, конечно же, заказывают у них одежду. Это самая основная миссия. Это стартовая площадка для молодых модельеров, дающая уникальный шанс показать свои творческие возможности. В этом году конкурс был проведен в два этапа. Оценивались коллекции в рамках двух номинаций – повседневная и вечерняя одежда. В финал по итогам отбора прошли 10 лучших дизайнерских коллекций. Среди них – коллекция «Муллахазан» в студии «Татарстайл КФУ». Самые главные в нашей коллекции – эксклюзивные моменты такие. Это изю пояс, мы его назвали, как бы мы сами его проектировали, автор коллекции Анисия. И пояса, декор которых с татарскими национальными орнаментами, фрагментами. Женственная, обаятельная, добрая, солнечная, нежная, как шелк, чистая в душе, как белый свадебный наряд. Коллекции воистину отображали сущность прекрасной половины человечества. Гран-при конкурса получили Бон Ажур. Впереди майские праздники, и с ними связана еще одна хорошая новость. 1 и 9 мая все музеи Москвы будут работать бесплатно. В некоторых из них будут подготовлены специальные программы, посвященные Великой Отечественной войне и войне 1812 года. Надеемся, что эта информация поможет вам спланировать будущие выходные. До встречи! Увидимся, когда наступит наше время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова